Доброе утро, Ставропольский край! Самое время для наших новостей. В начале выпуска коротко о главных темах. Сгрядки на Ставропольские столы. В регионе продолжается уборка сезонных овощей. Подробности в репортаже Екатерина Сегеда. Еще одна операция в копилку, как ставропольские врачи лечат травму позвоночника. Джамиля Ибрагимова с подробностями. Уже 32 случая крымской лихорадки. Так что же все-таки делать, если заметили клеща на себе? Ну сейчас о достижениях нашей медицины. Ставропольские врачи успешно лечат травмы позвоночника. Они буквально возвращают людям, которые серьезно пострадали в аварии, способность двигаться без боли. С помощью освоенного имя передового метода. Какие операции делают нейрохирурги? Анжимиля Ибрагимова заглянула в настоящую нашей медицину. На операционном столе сейчас молодой мужчина. Он пострадал в тяжелой аварии. Серьезный оскольчатый перелом позвонка. После ДТП его сразу привезли в 4-ю больницу Ставрополя. В единственный в крае травмоцентр первого уровня. И решение врача – срочно оперировать. За нейрохирурги люди суеверны. Мы никогда не говорим сколько, не загадываем. Но я могу сказать, что в среднем операция длится около часа. Нейрохирург Андрей Шатохин лично берется за сложных пациентов и возвращает им способность двигаться. Без боли, как это было бы до аварии. Не просто пожелание, а почти требование. Быть спокойным перед операцией. Перед операцией, вы знаете, не сильно. Немножечко волнение присутствует, но такое, не паническое. Он оперирует пациентов, используя передовую методику чрезкожной фиксации позвоночника. Сейчас у больного выключат поврежденный позвонок с помощью специальных винтов, которые вживляют в костной ткани. Стоп. Снимаем. И вводится уже самым бланк непосредственно, который будет фиксировать позвонки. После такого лечения на теле останется лишь едва различимый шрам. Такие операции ставропольские врачи делают уже несколько лет. Очень успешно. Медики симпатизируют этой методике за то, что она почти не дает осложнений. Эту операцию можно характеризовать словом «минимум». Методика минимально инвазивная. Пациенты теряют минимум крови, а врачи – минимум своего времени. Один только результат по максимуму. По максимуму – хороший. А главное, результат видно. Пациенты уже на следующий день могут ходить, а на четвертые сутки отправиться домой. Если раньше после таких травм больных ставили на ноги только в крупных столичных клиниках, то теперь для этого есть все и в наших ставропольских больницах. Джамиля Ипрагимова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Несмотря на значительные достижения нашей медицины, о которых мы узнали и сюжеты, на дорогах все равно нужно быть, конечно, аккуратными. Но сейчас к другим темам. Хулиганов, разбойников, поджигателей, домушников и автомобильных воров стало значительно меньше. Ставропольские полицейские подвели итоги работы за первые полугодия. В этом году они раскрыли более 8 тысяч преступлений. В том числе четверть из них тяжкие, особо тяжкие. Из незаконного оборота изъято 63 килограмм наркотиков. А на людей, занимающихся незаконным оборотом, заведено более тысячи уголовных дел. Что касается коррупционных преступлений, то их раскрыто около 300. Больше всего в финансовой кредитной сфере и в сфере строительства. В целом, криминальная ситуация в Ставропольском крае оставалась стабильной. Не допущено совершение террористических актов, экстремистских проявлений и чрезвычайных происшествий, которые могли бы дестабилизировать обстановку. Отлично отработали полицейские и во время масштабных мероприятий, таких как студенческая весна, а также во время празднования 9 мая. Также фестивали, фейерверков, ну и других мероприятий. Мы посчитали, у нас за эти полгода дополнительно в крае приехало более миллиона человек. И этот миллион каждый упал вам на плечи, потому что его нужно было обеспечить, его безопасность. Когда на площади князя Владимира собралось больше 120 тысяч человек, я иду по периметру этой площади, и каждый 20 метров стоит простой постовой. И я, честно сказать, не могу пройти мимо, не пожав ему руку, не сказать спасибо. И от меня, я думаю, от всех жителей Ставропольского края огромное спасибо за обеспечение той безопасности, которая у нас сегодня есть. Ну и еще одна из положительных тенденций – стало меньше преступлений, которые люди совершают под воздействием алкоголя. Сейчас удивительный случай, который произошел на Ставрополе. Мужчина заказал на одном из интернет-сайтов «Чагу» чайный гриб и другие чайные продукты по низкой цене. Ставрополец оплатил заказ и перевел больше 30 тысяч рублей. Поразительно, но в итоге поставщик прислал ему 189 килограммов обычного песка. Злоумышленника удалось найти, им оказался 31-летний житель Михайловска. В общем, у полицейских, как и у нас, к задержанному много вопросов. Подробности других происшествий в оперативной сводке. Из стороны в сторону. Внимание дорожного патруля в Ставрополе привлекла иномарка, которая виляла по улицам. Автолюбитель попытался скрыться. Стараясь бежать, нарушитель проехал перекресток на Красный, едва не спровоцировав ДТП. На улице Тухачевского иномарка налетела на бордюр и застряла на газоне. Погоня закончилась. Как выяснилось, иномаркой управлял местный житель 20 лет. Кроме того, что садиться за руль молодой человек не имел права, так еще и был не трезв. Теперь ближайшие 10 суток нарушитель проведет под арестом и заплатит штраф. Интернет-ловушка. Житель Невиномыска доверился мошеннику, который предложил ему подзаработать в сети. Мужчине позвонил незнакомец с заманчивым предложением. Ставрополис выполнил телефонные инструкции наставника, создал интернет-кошелек и установил программу удаленного доступа к своему компьютеру. Получив пароль, злоумышленник перевел себе 630 тысяч рублей и перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Незаконная плантация. Житель Петровского округа выращивал коноплю вместо цветов. На своем приусадебном участке мужчина разбил целую плантацию наркосодержащих растений. Теперь ему светит серьезный срок. По словам 44-летнего мужчины, коноплю он культивировал для изготовления марихуаны, чтобы затем употреблять наркотики лично. Всего в полисаднике хозяина полицейские нашли 118 кустов конопли. Возбуждено уголовное дело. Потасовка во дворе. Драка девушки и трех парней возмутила жителей Ставрополя. Очевидцы опубликовали ролик, снятый по утверждению автора в юго-западном районе города. На записи видно, как девушка выясняет отношения с парнем в майке. Затем бежит ко второму мужчине и наносит ему удар ногой. Мужчина в майке подключается к драке, после чего из кабины грузовика вылезает еще один герой ролика. Парень в майке бьет и его. Через несколько секунд все участники оказываются на земле и пытаются бить друг друга. За полчаса в интернете ролик набрал больше 4000 просмотров. В комментариях под записью разгорелись бурные обсуждения о причинах конфликта. У 32 ставропольцев медики диагностировали крымскую геморрагическую лихорадку. Всего с нападением насекомого столкнулись более 5000 человек в крае. Инциденты есть во всех муниципальных образованиях. Против вредных насекомых уже обработали около 7000 гектаров земли. Напомним, для того, чтобы избежать укуса клеща, возможного заболевания, во время прогулок нужно пользоваться средствами против насекомых. Осматривать друг друга каждый час и носить одежду, закрывающую руки и ноги. Как правило, клещи активны с апреля по октябрь, поэтому сейчас нужно быть особенно бдительнее. Если же все-таки вы заметили клеща на себе или близких, его нужно как можно быстрее аккуратно вытянуть пинцетом или прочной ниткой. Чем меньше времени он проведет на коже, тем меньше вероятность заражения. А после обязательно к врачу. Извлеченного клеща нужно отдать на анализ. По статистике опасен лишь один клещ из десяти. У всех сезон отпусков, а краевая промышленность останавливаться и не думала. В июне 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индустрия показала рост на 3,5% сообщает Севковстад. Самыми продуктивными оказались производители изделий из дерева и пробки и материалов для плетения целых 42%. Чуть скромнее результаты у мебельщиков, они произвели продукцию на 36% больше. Изготовители пластмасс тоже времени не теряли, рост почти на треть. Фармакология нарастила объемы чуть больше 30%. В целом же за июнь рост промышленного производства у 15 видов промышленной деятельности. До конца лета еще далеко, так что ждем новых рекордов. Аграрии продолжают собирать урожай. Лук, морковь, цветная капуста, эти овощи со Ставропольских полей уже можно встретить на прилавках магазинов. Екатерина всегда не только следила за процессом, но и сама помогла с уборкой. Посмотрим, как это у нее получилось. Вот оно, чудо природы. Еще два месяца назад, когда наша съемочная группа приезжала в это хозяйство снимать уход за рассадой, на грядках были лишь всходы моркови. Зато теперь ситуация кардинально изменилась. Большие, сочные и хрустящие корнеплоды уже созрели. Под овощи здесь просторные 200 гектаров. Выращивают морковь, репчатый лук, несколько сортов капусты, свеклу и не только. Почти весь урожай помогает убирать техника. Комбайны способны обрабатывать по 2 гектара полей в сутки. Уборка урожая проходит в несколько этапов. Сначала морковь с поля убирают с помощью комбайна и сразу же фасуют по контейнерам. В каждый контейнер вмещается не меньше тонны овощей. Затем их направляют во временный пункт приема. Уже во временном пункте приема ящики с овощами с помощью автопогрузчиков перекладываются на телегу и отправляются в овощехранилище, где продукты ждет, охлаждение, распособка и отправка на реализацию. Наши овощи уже ждут не только ставропольские магазины, но и прилавки других регионов страны. Например, их распробовали в столице и Краснодарском крае. Пока среднесуточный сбор овощей с 1 гектара в этом хозяйстве немного меньше по сравнению с прошлым годом. Причина – жаркое начало лета. Сильно была атмосферная засуха. Вроде и полив налажен, полив шел. Но растение стрессовало именно из-за высоких температур. Ну, на данный момент вот эти понижения температуры среднесуточной немножко как бы ситуацию выронило. Сейчас овощи, которые пока остаются в земле, накапливают недостающие свойства. Увеличиваются в размерах, набирают сочность. Как только они дозреют, а полевые работы выйдут на полную мощность, итоговые цифры, уверены в хозяйстве, будут радовать. К слову, как сообщили в Минсельхозе региона, на сегодняшний день край уже полностью обеспечен сезонными овощами, выращенными на ставропольских полях. В этом убедились Екатерина Сегеда и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Ну, вот такие новости у нас к этому часу. Мы с вами увидимся уже в следующий раз в 10.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok